Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода отрывков Вильнинского Гаона к недельным главам. И к главе китого я решил перевести отрывок здесь из Адрета Лияху в начале главы. Здесь комментарий технически в основном к отрывку, когда человек, у которого первые фрукты выросли, должен привести их перед Всевышним в храм и прочесть определенную декларацию. Митцва Бекурим, так называемая. Урок наш посвящается. Итак. Значит, пишет Вильнинского. Это все в основном связано, опять же, он больше всего здесь цитирует либо Сифрей, либо другие хазаль места. То есть он коротко суммирует халахические следствия письменного текста. Устный закон, да, который привязан к письменному тексту. И будет, когда ты придешь. В смысле, что Митцва Бекурим относится сразу, как только ты придешь. На Тен-Лах, да, имеется в виду твоя земля. Но не относится Митцва Бекурим, если ты, например, посадил на чужой или на ничейной земле, или использовал, допустим, землю, которая, да, чужая или ничейная. Я имею в виду сейчас Ширабим, это вообще-то общее, так сказать, да, то есть если он как-то использовал для своего дерева, чтобы соединить его, или поддержать его, или скрестить его с деревом, которые, или с палками, которые занимают общую территорию, да, это все не приносится первой фруктой. Это не твоя земля, что приносить первой фруктой. И у нас следующий, будешь на ней жить, говорит, что спорят два мудреца, два Танайм. Один говорит, всегда, когда говорится, бия, придете на землю Израиля, имеется в виду, что когда вы наследуете ее полностью и будете там жить, обычно считается, что 14 лет заняло, да, пока евреи пришли и смогли установиться, да, каждый, каждое колено на своем месте, и только в земле Израиля. А другой говорит, что это два Шнейк Тувима Байм Ке Хад, это два стиха, которые вместе приходят, и мы не учим из них. Я не уверен, на что он сейчас намекает, но судя по тому, как здесь процитировано Гемора Кедушин, там речь идет, да, есть дисфут, относится ли Митсва Ходэш, вне земли Израиля. Так, когда говорится, там же тоже говорится, придешь на землю. Так, одно мнение, что придешь на землю, значит, относится только на земле Израиля Ходэш. А другое мнение, что это, значит, придешь на землю, это чтобы научить нас, что займет время, не сразу, как только придешь, а пока вы унаследуете, не будет относиться эта Митсва. Да, дисфут между Раби Акива и Раби Ишмаэлем. Вы и шафта бай, будешь там жить, говорится, что Митсва ли, и шеф ба, есть Митсва, значит, жить на земле Израиля. И возьмешь ты из первых фруктов, которые принесет твоя земля, которые Всевышний тебе дает, и положишь в корзину. Значит, говорится, как там и решит. И дальше тоже написано, вот, я принес, решит. Но не говорится, мне решит. Потому что сказали наши мудрецы, что, в принципе, у бекурием нету историй шиур, нету минимального количества, может даже немножко принести. Но в Тосефте сказано, и в Иерушауме тоже, что есть шиур, одна из шестидесяти. И говорит, что потому что закон бекурием, что когда человек видит, что у него на поле появились первые фрукты, да, вот видит, что, например, инжир, дерево инжира, стало производить свои первые инжиринки, он их как-то отмечает. А Рабишиман говорит, есть три вида бекурием. Это все в Мишне, в трактате о бекурием и в Иерушауме, да. Шелош ми дот би бекурием. Есть, говорит, бекурием сами, и Тосеф от бекурием, и пишет Гра и так далее. Третье, там, итури бекурием, да, украшения. И, значит, работает это так, как Гра здесь объясняет, что бекурием от Смам, ну, итури бекурием, это просто добавка, можно даже не из этих фруктов, что-то для красоты туда добавить в корзину. Но вот эти бекурием и Тосеф от бекурием, это работает так, что бекурием от Смам, у них нету Шиура, да, немножко. Первое, что он увидел, что растет, он, значит, обмечает, это у него бекурием. А вот, да, и это то, что он, говорится, как-то с помощью геми, с какой-то, да, с веревочкой или резиночкой, как-то отмечает первые, допустим, фрукты, которые у него выросли. А Тосеф от бекурием, это когда он видит, что еще выросло новое, тогда он тут это тоже отмечает. И вот этих нужно до 1,6 от всего. И про это, говорится, ми решит. В смысле, ми решит, а не весь решит, да, это говорит Сами бекурием. А, когда, говорится, вот я принес, это решит, это, говорит, уже весь решит. Это решит, в смысле, все первое, имеется в виду, и бекурием, и тосф от бекурием. А какие фрукты-то обязаны, и какие вообще плоды обязаны приносить? Да, яблоки же не обязаны человек приносить, откуда мы знаем? Так они учат это, что сказано здесь, «Мяр цеха» с твоей земли, и сказано в другом месте «Эрес хитов и Сеора» и так далее, что земля Израиля славится этими семью видами. Да, в главе Экев, в начале главы Экев. Поэтому приносят только именно эти виды. И, говорится, «приха дома» фрукты земли, в смысле, в отличие от того, что уже сделано, то есть сам фрукт приносят, например, сам виноград, а не вино из винограда, сами оливы, а не масло из олив. Но, говорит, если принесли все-таки вино или масло, то это кошерно. То есть слово «ошер тави» говорит «рибуй», включает даже то, что вышло из фрукта. «Мяр цеха» И, значит, опять же, «эрец» имеется в виду «твоя земля», да, а не, скажем, то, что находится на крыше, если растет, или на корабле, или в горшке, или на пустыре, арцеха. Все время, пока на земле еще растут фрукты, тогда приносят и еда приносят эти фрукты. И это выключают после хануки, то есть зимой уже фрукты не приносят, что у него сохранились дома фрукты, уже поздно их нести. Так могли подумать, что хотя бы до хануки можно прочесть всю эту декларацию, принести фрукты и прочесть. Нет, говорит, «веса махта» написано, будешь радоваться, время радости заканчивается праздником Суккот. Поэтому так наши мудрецы постановили, ну, на базе этих стихов, так как получается, Драша, которая становится законом Тора, видимо, на базе Равинского интерпретации, что до Суккота приносят фрукты и читают декларацию, а до хануки, если не принесли до Суккота, то еще до хануки, если им принести фрукты, но уже декларацию не читают. И также, «но Тенлах, твоя земля», да, это выключает всяких там наемных работников и тем более тех, кто своровали чужую землю. «Весанта Бетене» нужно положить их в корзину. Значит, «Таун имкли» нужно именно нести их в корзине, а не просто так. И придешь, место, которое выберет Всевышний, да, это Гетшило и Бейтоламим, то есть это сначала было в Шило, позже это стало в Иерусалиме, в Вечном Храме. Бейтоламим, ну, храм, который будет на этом месте, уже теперь вечером будет строиться храм. Шило было временное место. «Эля Макома Шель Евхар». Значит, отсюда мы учим, что пока он не принесет, он не выполнил заповедь, то есть у него есть «Онхайф бяхрает», как говорится. В смысле, что в отличие от Трумы, например, если Труму человек отделил, и Коину не успел дать, и что-то случилось с этой Трумой, она исчезла, скорела, то он больше не обязан второй раз отделять Труму. А здесь Бекурим, пока он не отнесет в храм, он не выполнил заповедь. Значит, если он по пути потерял их или что-то произошло, он, значит, снова должен другие Бекурим нести. Как сказано, «Рейшит Бекурей» и так далее. «Тави бейташем лакеха». Это в книге «Шимот» в главе Мишпатим сказано. «Убатаэля кохэны» шельебаэм им хахэм. Это известная драша, что Коин, который будет в те времена, мы знаем, что «А какой еще может быть Коин?» В смысле, чтобы не сказали, что в эти времена Коины не на таком уровне, может, не стоит нести. Потому что в каждом поколении тот, кто есть, тот и есть. И так же судьи. В основном, это драша в отношении к судьям, что когда приходишь на суд, не говоришь, что судья не на уровне, чтобы тебя судить, чтобы прошлым поколением судьи были лучше. Что я пришел на землю. В смысле, я не... Я благодарен. Я помню, что Всевышний для меня сделал. Здесь этот драша считает, что Герр не может читать декларацию, потому что Всевышний не поклялся его отцам дать эту землю. Но у нас, Татьхалаха, следует другому мнению, в Ирушауме, там мнение раба Ягуда, что и Герр может сказать также Шмоне, Срелоке, что Авраам считается отцом всех народов, поэтому и Герр может читать декларацию. Вот здесь очень интересно мнение Граева, все цитируют, он и здесь, и в Шанот или Яху, в комментариях к Мишне это приводит. У него есть большой здесь хидуш. Так что дело в том, что есть как минимум два мнения, как объяснить разные слова здесь, но у него хидуш в том, что он в одном месте Таутсофер делает и исправляет Гирсу. А именно, если вы посмотрите, внимание, там в отрывке, который мы сегодня читаем, вот в начале главы Китобо, там вроде дважды написано Вигенихо, Виганахто, он что ли дважды эту корзину кладет? Так одно мнение, что однажды нужно эту корзину трясти, как Лула мы трясем, видимо, как-то по-разному трясем, а вот, да, Ханафа это называется, а в другом уже это действительно Ханаха. То есть, Хинихо и Ганахто, одно из них это положить, а другое это просто потрясти. Положить, значит, положить даже около жертвенника, да, чтобы коснул жертвенника. Но есть мнение, что нужно две Ханахи сделать, а Гирса, которая неправильна, по его мнению, она говорит, что нужно две Ханафы сделать, дважды трясти. Это вообще один из них, насквозь стать и дважды трясти. Вся куша в том, что обязательно дважды положить, либо один Тана объясняет, что нужно класть только один раз, и второй раз это, другой раз это просто трясти, либо нужно дважды действительно положить, что Митсву положить, потом снять слово, а потом снова положить в конце декларации, видимо. Но в любом случае, уж дважды трясти точно не в шаях. Поэтому Гра исправляет Гирсу Ханафа на Ханаха. Я не стал вам все переводить, что он здесь написал, но во всяком случае, вот в этом Тохен Дварав основная его идея, что Ханафа нужно одну букву поменять в Пейнахэт, и получится Ханаха, что либо Штейханахат, либо одна Ханафа, одна Ханаха. Это другой Тана так. Считает Хидж, что одно из положить, имеется в виду потрясти. Но уж точно не нужно трясти дважды. Еще он приводит, что наша Гемора считает, что если не положил, то не выполнил заповедь даже Бедеевет. Поэтому написано дважды Ганаха, чтобы Мякев Бедеевет, что есть не положил. А то, что написано Лифнеймис Баха Шемалакеха перед Звездником Всевышнего, это что почему, что Бекурием только относились, когда был храм. В отличие от, скажем, Трумы. Бекурием, если нету храма, то нету никакой Митсу и нет возможности эту заповедь выполнить сегодня. Вианита Виамарта. Значит, слово Вианита, наши мудрецы всегда учат, что должны на святом языке именно говорить декларацию. Так же, как позже написано Виануга Ливиим, Ливиты, когда был санепрократик на горах Гризима и Валь, там говорится то же слово. Виануга Ливиим. И это было на святом языке. И еще Вианита Виамарта, что начитывают человека, который сам не может читать, как бы ему кто-то другой читает, и тот повторяет за ним. Арамил Ведави. Известно, что хазар считает, что Арамимец Дулаван Арамеец, который пытался уничтожить Якова. Это игра, что у Гоев засчитывается мысль, как будто он сделал, хотя он ничего не сделал, но Авет, как будто он уже уничтожил, хотел уничтожить, как будто уничтожил, ему засчитывается. Ну и известно, конечно, что простой смысл стиха вообще, что здесь не Алаване, а о том, что сам Яков или Аврагам, семья считалась как бедный и странствующий Арамеец. Поэтому подчеркивается, что мы не получили эту землю от прорцов, что наши прорцов были странствующими Арамейцами и попали в Египет с маленькой семьей, а потом уже разрослись и получили землю Израиля. Это мы подчеркиваем, когда благодарим за фрукты первые, за то, что Всевышний Талон такой хорошей земли. Ну, Ваера Дмитсраима, как говорится, Альпия Дибур, это все у нас есть в Агаде тоже. Ваера Гаршамы жил там, имеется в виду, что он пришел в Египет только временно жить, да, Паметемиад, с маленьким количеством людей и так далее. Дальше все эти драши из пасхальной Агады, у Гра есть. Это в основном все из Хазаль взято, как они разные стихи здесь, Даршин. Но вот здесь, в Эдет Ильяху, дальше он к девятому стиху после пятого перескакивает. У Батиэля Маком и так далее, Эрит Завад Халавудваш, да, что Всевышний привелся на эту землю, Бейт Амикдаш, и только из земли, которая Эрит Завад Халавудваш нужно приносить Бекурим, в отличие от Эвер Хайарден, ту землю, которую мы сами себе взяли, да, колено Гада, Рубина и часть Минаши, Эта земля не считается Эрит Завад Халавудваш, оттуда не приносит Бекурим. Да, и так же из стиха Ашер Ха Шамлакеха но Тенлах именно, дал Всевышний эту землю, они мы сами взяли. Вот. И говорит, Вя Та, теперь вот сразу же Хиней, говорит, Бесимха подчеркивается, Ашер Натата Ли, это выключает человека, который имеет какого-то опекуна, например, или посланника, тот не может читать за хозяина, потому что это не его земля. В Исамахта, Бехол Атов, будешь радоваться, то есть, в смысле, радовать себя и радовать других. Да, Бехол Атов, говорит, это Шира и учится это из истории, когда Давид был музыкантом для Шауля, Мейтив Наген, Птов, Мейтив, как своего рода, тоже, Кежей Рашава, наверное, и, значит, требуется Корман и Шира тебе и твоему дому, значит, получается, что он приносит, говорит, Бекурим, даже если это имущество своей жены, если у жены было поле, что обычно Киньен Пирот, говорит, это не считается как Киньен Агуф, обычно что-то покупаешь, если не купил саму землю, то этого недостаточно, чтобы считаться, как будто это твоя земля, это не как Киньен Агуф, а в случае жены, здесь специальный Рибу, Лебетеха, твой дом, имеется в виду жена, значит, если у жены какое-то поле, то человек приносит фрукты с поля его жены и читает все. Ты, Леви, Гер, да, говорит, по порядку близости, любви, да, сначала Левит, потом Гер, а Шербекербеха, говорит, это включает Гертошав, даже не еврей получается, да, его тоже радуешь. Гертошав, это житель, который не принимает все заповеди Тора, а только всем заповеди Ноха. И Мхай и Шербекербеха, как сказано, да, это в предыдущей главе, с тобой он будет жить среди тебя, если убежал к тебе, это прослугу, который убежал, из Худсларес, да, к тебе, то ты его не выдавай своего хозяеву. Так же и здесь, да, Гертошав. Вот, потому что он, хотя они не полностью Гер, но он Ешербекербеха, живет среди тебя. Вот, вкратце, Драши, который приводит Венецкий Гаон, к нашему отрывку, урок посвящался для рифуа шлема, на слаха вихониимшель, хадас вбатаху, а вихол Исраиль. Спасибо.